Зависимость от табакокурения признана одной из самых распространенных эпидемий за всю историю человечества. Она даже получила название никотиномания и стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. Эта проблема актуальна многие десятилетия. Табакокурение распространено по всему миру. Марк Твен говорил, бросить курить – это сущий пустяк, сам бросал не менее 100 раз. А Зигмунд Фрейд признавался, что у него есть две непреодолимые страсти – курение и скульптура. Он всегда погружался в себя, как философ, и видел зло от курения. При длительном курении, конечно же, мало того, что вызывают различные воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, заболевания легких, вызывают, конечно, статистика подтверждает, доказывает, что возникновение многих онкологических заболеваний и полостирта, и рак гортани, и рак легкого, рак бронхов – очень многое заболевание, конечно, связанное с курением. Конечно же, курение – это вред. Не зря назван вредной привычкой. И мы все это ощущаем уже тогда, когда реально чувствуем, что эта привычка вредна. И стараемся уже в позднем возрасте, по жизни, пройдя сложный путь, все-таки бросать курить. Вот мы даже читаем Льва Толстого, который в 60-ти годах все-таки категорически бросил курить. Некоторые относятся к курению как к безобидной привычке. Это происходит от неосведомленности людей о тех последствиях, которые возникают не сразу. Поэтому в современном мире задача избавления населения от табачной зависимости становится приоритетной. Существуют запреты и ограничения на продажу табака, ограничения рекламы табачной продукции, ведутся разъяснительные беседы в учебных учреждениях. Особая роль отводится медицинской и консультативной помощи тем, кто хочет бросить вредную привычку. Очень есть много методик, помогающих бросить курить. Медикаментозные методы тоже, кодирование, много. Но пока человек сам не убедит себя и не решит бросить раз и навсегда, все остальные методики не всегда эффективны. Хотя, конечно, есть индивидуумы, страстно употребляющие курение, которые нуждаются в дополнительной помощи. Помощи внушения, кодирования, потребления различных медикаментов, способных вызвать отвращение, рвоту к дыму, к прикурению. И помогают бросить. Бросить, конечно, если так подвести итог, бросают все. И первый мотив – это страх. Страх перед смертью, перед возникновением болезни. Когда инфаркт, инсульт у человека, то как он не курил, он все равно бросит. Так не надо дожидаться до такого печального финала. Надо заранее, конечно, бросать курить, пока еще не поздно, как говорится. Вред курения очевиден. От влияния никотина страдают не только заядлые курильщики, но и пассивные – это в первую очередь дети. Подавляющее большинство граждан считает табакокурение вредной привычкой или зависимостью. Однако, даже понимая все негативное влияние, лишь немногие курящие пытаются бросить. В вашей семье есть курильщик? А то еще и какой курильщик. Курим, курим. Ну а как вы считаете, вообще с этой привычкой нужно бороться? И вот вы пытались вообще в своей жизни это сделать? Не пытался. И не пытался. Болел, операцию сделали, сказали, курить нельзя. А все равно, два дня полежал, пока лежал, стал ходить, пошел курить. Уже 40 или 50 лет курю, то уже лет учишь его уже курю. Молодежь, конечно, это да, это надо, чтобы они не курят. Особенно сейчас девчонки курят, это ж ужас, поголовно. Прямо аж как-то смотришь, стоят женщины, курят, мне это не понять. У нас нету, дед не курит, 18 кинул, два сына тоже не курит. Я в жизни не курила, и курить собираемся. Призыв к тем людям, которые курят? Вот трава хай бросают. Ну а скажите, как вы считаете, было бы лучше, если бы в обществе было меньше курильщиков? Ну естественно. Здоровье это ж прежде всего общество. Это общество зависит от каждого. Главное желание, как бы, всего лишь нас, и сила воли, естественно. Не курю и не советую другим курить. Курил, но уже не курил лет 25, наверное. По статистике, каждый год от табачной зависимости и вызванных ею заболеваний умирает около миллиона людей. Суть памятного дня заключается в попытке снизить распространенность вредной привычки, а также привлечь к борьбе с курением. Если вы когда-нибудь задумывались об отказе от никотиномании, сделайте это сегодня. Присоединитесь к Международному дню отказа от курения. Все три вопроса.